Автомобильные заторы в этом районе были всегда, поскольку у площади Героев дорога с трехполосной переходит в однополосную. А с 5 июля участок улицы 50 лет Победы, на который можно было свернуть с площади, погрузился в большой ремонт теплотрассы. Дорогу полностью перекрыли, и поток машин двигается еле-еле. Если учесть, что по этой дороге люди выезжают из Нижнего Балахну и Городец, несложно представить, сколько приходится им стоять в пробке. Конечно, тяжело. Приходится искать объездные пути. Очень тяжело. Бригады теплоэнерго раскопали здесь котлован 5 июля. И нижегородцам сообщили, что к 17.00 19 июля работы будут закончены. Об этом гласило сообщение, которое распространила городская администрация. Сегодня, как мы понимаем, уже 21 июля. Работы в котловане продолжаются. Как выяснилось, на магистральной теплотрассе проходили плановые работы гидравлических испытаний. Это часть подготовки к отопительному сезону. По итогам опрессовки было принято решение заменить участок трубы. В теплоэнерго заверяют, что строительно-монтажные работы на объекте практически завершены. В настоящее время на улице 50 лет Победы идет восстановление благоустройства дороги. После производства работ позаменить участок магистральной теплотрассы диаметром 500 миллиметров. Участок стратегически важный. К нему подключено более 220 потребителей. Сегодня котлован насыпается песком. С завтрашнего дня будет производиться щебенение. На месте наша съемочная группа застает лишь каменщика, который в одиночку кладет кирпич. Видимо, рядом с этой трубой. Если такими темпами здесь будут проходить работы дальше, дорога еще долго будет перекрыта. А это, естественно, настораживает горожан. Под моими окнами каждый день просто восстание машин. Каждое утро, каждую ночь. Сейчас проехал трактор. Все трясется, дом трясется. Вечером здесь большие пробки, поэтому если еще эту дорогу перекрыли, то я думаю, что да, это сложность определенная для людей. Теплоэнерго планирует восстановить асфальтовое покрытие на этом участке 29 июля.